Наследники Реформации Часть 2 Реформаторы Свет во тьме светит. Этот девиз вальденцев и сегодня можно обнаружить во всех церквах, расположенных в долине, где они проводили богослужение. Он служит молчаливым напоминанием о верном, нередко обогренном кровью свидетельстве, которое эти люди пронесли через века. Между тем, пророческий символ жены в пустыне относится не только к вальденцам. Он олицетворяет всех тех, кто твердо держался истинной веры в Бога и в Его Слово, восставая против ложных учений Государственной Церкви. За годы того, как Лютер обнародовал свои тезисы, в Швейцарии также началась реформация. Стоял проповедник Слова Божьего Улирих Цвингли. Он выступил против индульгенций и многих других злоупотреблений папства. Этот вдохновенный проповедник учил, что спасение становится возможным только во вере во Христа. Цвингли не заимствовал это у Лютера, а пришел к такому выводу благодаря самостоятельному изучению Писания. В германских княжествах никто другой из реформаторов не был столь популярен, как Лютер. Но и в соседней Швейцарии было немало отважных героев веры. Этот памятник в Женеве напоминает нам о некоторых выдающихся вождях реформации. Вильям Форель, которого называли Лютером в французской Швейцарии, Жан Кальвин, его преемник и биограф Теодор Беза. Кальвин был родом из Франции. Встать на сторону реформации его убедил двоюродный брат Пьер Олевитан, который позднее перевел для вальденцев на французский язык Библию. Кальвину минуло 25 лет, когда он приехал в швейцарский город Базель. Здесь он завершил написание, а затем издал, вероятно, самое значительное произведение реформации – «Наставление в христианской вере». Он хотел изложить фундаментальные доктрины христианской веры в той чистоте, какая, по его убеждению, была присуща им до искажения римской церковью. В январе 1536 года Кальвин был назначен пастором и профессором в Женеве. Собор Святого Петра стал местом его проповеднического служения, но влияние Кальвина не ограничилось стенами этой церкви. В последние 25 лет своей жизни Кальвин пытался превратить Женеву в образцовый христианский город. Благодаря его усилиям Женева стала центром реформатской веры в Европе. Он основал также и Женевскую академию, которая привлекала молодежь со всей Европы. По окончании обучения в академии они возвращались в родные страны, чтобы распространять там свет реформации. Одним из таких студентов был бежавший в Шотландии Джон Нокс. Он стал близким другом и ревностным последователем Кальвина. Подобно тому, как Павел обратился, находясь под впечатлением от казни Стефана, так и жизнь Джона Нокса изменилась под влиянием мученицкой смерти шотландского проповедника Евангелия Джорджа Висхарта. Здесь, перед замком Святого Андрея, буквами GV обозначено то место, где в 1546 году Висхарт был сожжен на костре. Позже Нокс возвратился в Шотландию, в Сент-Андрюс, являвшийся в 16-м столетии духовным центром Шотландии. Здесь находился один из самых больших во всем христианском мире кафедральных соборов. Через год горожане попросили Нокса стать их проповедником. В начале 1547 года он произнес свою первую проповедь в приходской церкви города Сент-Андрюс. Этим было положено начало реформации в Шотландии. Совсем не случайно Нокс выбрал в тот раз седьмую главу книги пророка Даниила. В начале своей проповеди он раскрыл великую любовь Бога к своему народу, заключавшуюся в том, что Бог заранее предупредил церковь о грядущих опасностях. Нокс представил четыре больших зверя как образы великих империй – Вавилона, Персии, Греции и Рима. А затем стал говорить о власти малого рога, появившегося позже, который был отождествлен им с папством, как образом антихриста. Благодаря своим взглядам Нокс занял по праву достойное место среди великих реформаторов, таких как Уиклифф, Гус, Лютер, Кальвин и многие другие, которые провозглашали ту же истину. Тринадцатью годами позже в Толбуте собрался парламент Шотландии. Место его работы находилось неподалеку от церкви Сент-Жалс в Эдинбурге, проповедником которой был Джон Нокс. Шесть шотландских реформаторов, по удивительному совпадению носившие христианское имя Джон, представили исповедание веры, которое официально было принято парламентом в августе 1560 года. Отныне место запрещалось, а протестантская вера стала преобладающей в Шотландии. Однако у новой королевы Шотландии Марии, ревностной католички, были совсем иные планы. Когда она повелела возобновить отправление мессы, Нокс громогласно заявил свой протест с кафедры собора Сент-Жалс. Тогда королева Мария призвала Нокса в свой дворец Холлирут, расположенный неподалеку от Сент-Жалса. Мария, подобно многим монархам, верила, что правит от имени Божьего и что совесть народа находится в ее власти. Противостояние Марии и Нокса имело решающее значение для дальнейшей судьбы реформации в Шотландии. Вы учили народ вере, которая не разрешена властями, зная, что Бог заповедует подчиняться государству. Ваше Величество, ни своим происхождением, ни своим авторитетом истинная вера обязана не власти людей, но вечному Богу. Люди должны обладать свободой в выборе религии. Более того, если сравнивать с другими людьми, то князья окажутся самыми большими невежами в вопросе о природе истинной Божьей религии. Понятно, но я не желаю поддерживать вашу веру. Я защищаю римскую церковь, ибо полагаю, что она одна является Божьей. Воля Вашего Величества не является аргументом, и она никогда не сделает римскую блудницу верной и непорочной невестой Иисуса Христа. Да, католическая церковь давно отпала от тех идеалов, которые утверждали апостолы. Зато моя совесть говорит совершенно о другом. Совесть, Ваше Величество, требует знания, а настоящего знания, боюсь, у вас нет. Вы толкуете Писание так, а они делают это иначе. Кому я должна верить, и кто может рассудить вас? Вы должны верить Господу, который ясно обращается к нам через свое слово. А если встречается какое-нибудь неясное место, то Дух Святой поможет объяснить его с помощью других текстов, так что уже не остается никакого сомнения. Разве только человек будет продолжать упорствовать в своем невежестве? Выступления Лютера перед Карлом V в Вормсе и Нокса перед Марией в Холлируде по праву являются самыми драматическими событиями в истории Реформации. В обоих случаях победителями оказались люди, обладавшие несокрушимой верой в Бога и истинность его дела. Религиозный конфликт наблюдался во всех странах Западной Европы 16-го столетия. В Англии реформация, формально начавшаяся в 1534 году разрывом Генриха VIII с Римом, носила преимущественно политический характер. Но в последующие годы восстали мужи при исполненной решимости обратить англиканскую церковь к основам библейского учения. Попытки эти встретили сильную оппозицию. В 1553 году на престол взошла дочь Генриха Мария Тюдор и сразу же попыталась вернуть Англию в лоно Римской католической церкви. За период ее пятилетнего правления на костре было сожжено около 300 протестантов. Иоанн, описывающий церковь после распятия Христа, изображает Божий народ, оклеветанный сатаной и вынужденный переносить тяжелые страдания и смерть. Здесь, на кладбище, находится памятник мученикам за веру. За имя Христова приняло мученическую смерть более 18 тысяч человек. Около ста из них было убито в Эдинбурге, и большая часть погибших похоронена здесь. Но Иоанн продолжает повествование следующими торжественными словами, которые записаны в 12 главе Откровения, в стихе 11. «Они победили его кровью Агнса и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». В Англии было три человека, которые олицетворяли всех тех, кто на протяжении долгих лет преследований не страшил с истязаний самой смерти. В Оксфорде установлен памятник мученику за веру Николасу Ридли, епископу Лондона, Хью Латимеру, бывшему капеллану Генриха VIII, и Тому Сукранмеру, который стал первым протестантским архиепископом кентерберийским. Все трое расстались с жизнью на костре. Это произошло здесь, на Броуд-стрит, на месте, обозначенном крестом. Скорбные события разворачивались напротив Балиолл-Колледжа, где почти за 200 лет до этого преподавал Джон Уиклиф. «Разложен в Оксфорде костер. В ожесточении сердечном толпа ведет на смерть людей, любящих Бога бесконечно. Огонь поднялся к небесам, тогда воскликнул Латимер, «О, брат мой Ридли, наш светильник Бог сохранит, чтобы он горел!» И возглас небом был услышан. Свет их учений не погас. Сквозь годы, бури, испытания он, как маяк, направит нас. Этому суждено было исполниться. Через три года Мария Тюдор не стала, и на престол взошла Елизавета Первая. Начался золотой век Англии. Новая королева с такой ревностью взялась за возвращение Англии на путь ее отца, что католические силы в Европе стали готовить ее свержение. В то время испанский король Филипп II, сын Карла V, готовил к походу величайшую морскую силу в Европе, испанскую армаду. В конце июля 1588 года с пристани Плимута можно было наблюдать 130 военных кораблей, следовавших вдоль канала. Это был английский флот, который под командованием сэра Фрэнсиса Дрейка вышел в море и смело атаковал противника, несмотря на перевес испанцев, в числе и боевом оснащении. В многочисленных сражениях первых десяти дней более легкие английские корабли нанесли значительный урон тяжеловесным испанским галеонам. В панике корабли испанской армады пытались уйти из-под обстрела и спастись в открытом море. Так, в одном из самых кровопролитных в истории морских сражений был разгромлен мощный испанский флот. Его остатки разметало по побережью Норвегии, скалам Шотландии, Оркни и Хебридс. Оставшиеся на плаву корабли спешно скрылись в южном направлении в сторону Ирландии, хотя их уже не преследовали. Из 30 тысяч человек в Испанию вернулось едва ли 10 тысяч. Филипп II и католические государства были шокированы случившимся. Протестантские же страны преисполнились благодарности. В соответствии с распоряжением королевы Елизаветы I, 29 ноября был объявлен Днем Благодарения Богу. Сама королева проследовала по улицам Лондона к собору Святого Павла и затем к кресту Павла. После проповеди она обратилась к народу и призвала всех возблагодарить Бога, который одолел врага и защитил их Родину. В Плимуте, на памятнике, напоминающем о том великом сражении, выгравированы слова, которые были тогда у всех на устах. Он подул ветрами, и они были изгнаны. Отплытие Мэйфлауэра из Плимута в 1620 году со множеством людей на борту было событием другого рода, нежели произошедшее в 1588 году, когда испанская армада приплыла сюда. Однако, и оно связано с символом жены, обреченной в солнце. В последний период правления Елизаветы I население Англии разделилось на тех, кто сохранял верность англиканской церкви и тех, которые желали, чтобы процесс реформации продолжался и рассматривали Писание как высший авторитет. К ним относились пуритане и так называемые сепаратисты, которые подверглись в конце концов преследованиям, в результате чего многие из них были вынуждены эмигрировать в соседнюю Голландию. Среди уехавших находились отцы пилигримы, которые на Мэйфлауэре из Голландии продолжили свой путь через Плимут и отправились в новый свет. Пуритане, впервые отделившись от англиканской церкви, торжественно заключили между собой союз, обязываясь вместе следовать Божьей истине, которую они уже познали или которая откроется им в будущем. Это было основополагающим принципом протестантизма. Перед тем, как в 1620 году покинуть Голландию, они выслушали напутственное слово своего проповедника Джона Робинсона. Он говорил, что, будучи последователями Лютера, Нокса, Кальвина, они полагались на учение этих мужей так, словно это была окончательная истина. Робинсон так сказал о реформаторах. Они не постигли всю глубину наставлений Господа, но если бы теперь они были живы, то смогли бы воспринять новый свет, как некогда приняли его первые лучи. Если Бог пошлет вам еще новый свет через кого-либо другого, будьте готовы принять его, как вы принимали от меня всякую истину. Ибо я твердо знаю, что у Господа еще много света и истины, которые должны быть открыты в его святом слове. Едва ли он полностью сознавал смысл произнесенных им слов. Действительно, существовало еще множество истин, которые следовало открыть на страницах Божьего слова, и пуритане сыграли в этом деле важную роль. 21 декабря 1620 года пилигримы высадились у Плимут-Рок. Они стали первыми из многих тысяч пуритан, которые прибыли в 17-м столетии в новый свет, принеся с собой веру, которая вскоре ляжет в основу великого религиозного движения, охватившего весь мир. В соответствии с пророчеством седьмой главы книги пророка Даниила, небольшой рог должен был господствовать в Европе на протяжении 1260 лет, в конце этого периода, длившегося с 538 по 1798 год, надлежало произойти событиям, которые положат конец этому господству. Тогда, в феврале 1798 года, генерал Бертье во главе французской армии вступил в Рим, взяв папу в плен и не спроверг тем самым авторитет и власть папства. Об этом же говорится и в пророчестве Иоанна в 12 главе книги Откровения, описывающей жену, облеченную в солнце, которая должна была пребывать в пустыне в течение 1260 лет. После 1798 года возникло движение, проповедующее те же великие истины, которые провозглашали пророки, апостолы и первые христиане. Спасение единственной Божией благодатью через веру во Христа, первосвященническое служение Христа, царственное священство всех верующих, послушание всем заповедям Божьим, крещение по вере и единственный авторитет священного Писания, превосходящего предания. Вот те великие истины, которым учила Первая Церковь. Эти учения, ставшие во время великого отступления для многих неизвестными, вновь воскресали и стали возвещаться миру в час последнего суда над ним. Иисус сказал, проповеданным будет Евангелие по всей Вселенной, и тогда придет конец. Апогей длительной борьбы между Христом и Сатаной изображен в 17 тексте 12 главы Откровения. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Библейский термин «прочий» «остаток» обозначает тех, кто вынес преследование и сохранил верность Богу и Его Слову во время всеобщего отступничества. Кстати, контекст 17 стиха 12 главы Откровения позволяет уточнить, что здесь речь идет о духовных потомках жены, живущих в последнее время, то есть о периоде после 1798 года. Это духовное потомство тех поколений верных детей Божьих, которые пережили длительные испытания и с давних времен противостояли ужасающему натиску дракона. Дело реформации не закончилось вместе с Лютером, Ноксом, Пуританом или отцами-пилигримами, переселившимися в Новый Свет. Это прогрессирующий процесс. Следующий его этап наступает в начале 19 века в Америке, когда появляется пророческое движение, к которому было приковано внимание многих людей, живущих в разных уголках Земли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА